Ееееее, полегче, воу-воу-воу-воу, Арчибальд Грефт Превью, великий обзор. Погнали. Поглядел я фильм под названием Королева Испании. Это авторское кино, комедия, драма. У главных ролях, конечно же, та сучка Пенелопа Кроуз. Ой, сучка, губастая, фигуричная, щучастая, чё плю-нюй. Я думал, когда смотрел этот фильм, я думал, в предвкушении фильма, я думал, какая-то опять испанская параша будет. Бля, мне фильм понравился, ребята. Всё-таки полезно иногда смотреть фильмы других стран. Америку же, да, это понятно, да уже одночипно, это уже однообразный. Приелось, хочется смотреть французские фильмы, испанские фильмы. Китайские, но там в основном одна дичь. Фильмы, короче, других стран. И ты, когда смотришь эти фильмы, для тебя открывается совершенно другая история. Совершенно другая. Другой подход. То есть ты понимаешь, что они делают фильмы совершенно по-другому. Понимаешь? У них своя мораль, свой юмор, свой... Всё своё, короче, по-другому, как говорится, своя кухня. Они преподносят жизнь совершенно по-другому. Вот чем суть. То есть этим и полезно, советую я вам, полезно смотреть фильмы других, совершенно других стран. И Королева Испании, фильм 2016 года. Ну, он был в мире 16 ноября 2016 года. И в Российской Федерации появился вот совсем недавно. Он ещё идёт в кинотеатрах, потому что ещё может успеть. 6 апреля 2017 года, конечно же. Бюджет 11 миллионов евро. Ну, это о чём-то говорит. Потому что там декорации, там костюмы, там графика, там качество. Ну, как графика. Я имею в виду, само качество съёмки. Ну, конечно, запенил лобок рус, ребят. Как запенил лобок. Ну, и другие, не побоюсь этого слова, замечательные. Испании. И не только. Итак, вернёмся к сюжетчику. Она бежала от ухаживаний Габбельса. Она покорила Голливуд. Но не вынесла удущей славы. И вернулась на родину. Ощутившись послевоенной Испании, ребята. Макарина хочет начать новую жизнь. И даёт согласие на съёмку в фильме, где играет главную роль. Где играет королеву Изабеллу Первую. Но бурное прошлое не отпускает её. Она начинает влюблять снова, снова и снова. В общем, сюжет становится более закрученным, виртуозным. Это... Я не скажу, что это прямо джигая драма. Нет. Это больше всего... Упор сделан, конечно, на комедию. Это больше авторское кино, комедия, драма местами, да. Но великолепная игра актёров. Конечно же, браво. Фильм 7 баллов от меня. 7 баллов. Фильм нужно просто понимать, понимать этот юмор, понимать эту историю. Поэтому я одобряю всем, всем, может быть, даже поклонникам Пенелопки. Или вообще всем поклонникам хорошего испанского кино посвящается. Буду советовать. То есть сходите в кино, посмотрите, и я думаю, вы не разочаруетесь. У нас там был Арчипальд, великий обзор. Лойс Дизлойс, подписан и покедос. Ведь впереди больше. Больше премьер, больше фильмов. Больше игр, больше, больше и больше. Все. Адьос.